МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. В это трудно поверить, но недавно психиатры самых разных стран объединили статистику обращений граждан в правоохранительные органы по поводу путешествий куда-то там в иные миры, и выяснилось, что цифра эта довольно внушительная. Надо сказать, что истории граждан, которые свободно обращаются с потусторонними субстанциями, медицина однозначно трактует как психическое расстройство. Шизофрения, как сказал бы уважаемый Володь. Однако не все ученые и медики столь категоричны, потому что есть примеры, которые только психическим расстройством никак не объяснить. Какие на этот счет есть гипотезы? Что за доказательства приводят сторонники существования тонких миров, и что по этому поводу думает наука? Сегодня в нашей программе вы увидите. Внутренний голос спасает жизнь. Я приехал в аэропорт, но в последний момент я решил не лететь. Как потусторонний мир информируют спецслужбы? Еще ловят убийц, бандитов, насильников и так далее. Посмертные откровения создателя легендарной группы «Битлз». Все это вылилось в книгу, которую Джон Линн написал, и в 1996 году мир ее увидел. А также как прочитать будущее в информационном пространстве Земли. Сегодня ученые уже не сомневаются в том, что человек может заглянуть в будущее. К сожалению, пока не каждый. Известных пророков немного, но они есть. Например, доподлинно известно, что еще в 1980 году Ванга говорила о Курске, который опустится под гладь морскую на границе тысячелетий. А 10 августа 2000 года во время учений Северного флота трагически погибла атомная подводная лодка именно с таким именем. В 1989 пророчица предсказала событие 11 сентября 2001 года, сказав, что железные птицы растерзают американских братьев-близнецов. На вопрос, откуда она знает будущее, Ванга отвечала, что слышит голоса с небес. Тайны предвидения сегодня интересуют не только любителей эзотерики, но и весьма солидных ученых. Так в Университете Висконсина Мэдисона обследовали множество людей, думающих вслух. Оказалось, что они лучше запоминают информацию и быстрее принимают правильные решения. Ученые из Аризоны постарались объяснить этот феномен. Они предположили, что человек ведет беседу с собственным сознанием, которое находится вне его биологического тела и имеет квантовую природу. Проще говоря, является частью вечности. И у этой шокирующей гипотезы есть ряд научных доказательств. 25 декабря 2016 года сразу после взлета из аэропорта Адлера над Черным морем разбился самолет Ту-154. Погибли все 92 находящихся на борту человека. Ансамбль имени Александрова, доктор Лиза, три съемочных группы федеральных телеканалов. О причинах трагедии говорилось много. Однако за всем ужасом этой трагедии малозаметной остается одна деталь. Ту-154 может взять на борт 160 человек. То есть самолет летел полупустым. Известно как минимум о 10 счастливчиках, которые по тем или иным причинам не попали на борт. Среди них народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Он в последний момент отказался от выступления в Сирии. Ему срочно нужно было поехать лечиться за границу. Что это? Рок? Судьба? Или предчувствие? Лидер группы «Кэжуал» Алексей Яшин уверен, что именно внутренний голос спас ему жизнь. 24 августа 2004 года он должен был лететь из Москвы в Волгоград. Я приехал в аэропорт, но в последний момент я решил не лететь. Причем не сдавал билеты, ничего, просто решил не лететь. Развернулся и уехал. И это был последний раз, когда вообще я приезжал в аэропорт для того, чтобы летать, потому что с 2004 года я не летаю на самолетах. У меня страшнейшая аэрофобия именно после того, что произошло. А произошел теракт. В тот день террористки-смертницы взорвали сразу два самолета, вылетевших из московского Домодедова. Ту-154Б-2, на котором должен был лететь Алексей, рухнул недалеко от Тулы. Второй самолет упал в Ростовской области. Всего в тот день погибло 89 человек. Я думаю, что это высшие силы. Может быть, это Бог, может быть, это ангелы, которые наблюдают за мной. И если бы я сел в этот самолет, то есть моя жизнь мирская, так скажем, мой путь был бы закончен, а, скорее всего, я должен был на Земле сделать что-то еще, и поэтому вот эта высшая сила, Бог или ангелы, они сохранили мне жизнь. Что же это за явление, внутренний голос? Одним он спасает жизнь и подсказывает гениальные решения, а для других становится проклятием. Чаще всего сталкиваться с голосами приходится медикам. Психиатрические клиники переполнены людьми, постоянно разговаривающими сами с собой. У медицины к голосам отношение однозначное. Это явный признак шизофрении, считают врачи. И они, конечно, правы, хотя иногда их пациенты получают удивительные сообщения с небес. Например, информацию из будущего. И эти рассказы приводят в замешательство даже самих медиков. И он ей приказал, встань на стул, возьми веревку и повесься. И пациентка залезла, действительно пыталась повеситься, но в самый последний момент голос ей сказал, прекрати, что ты делаешь, слезай. И она слезла, он говорит, все, иди к врачу, у тебя обострение. Она выходит из дома, и он ей говорит, зонт возьми, будет дождь. Она разговаривает с голосом, для нее же он нормальный. Она говорит, ну дождя же нет. Он говорит, я тебе говорю, будет дождь. И она берет зонтик, выходит, и действительно начинается дождь. А вот еще один неоспоримый факт. Порой гениальность очень трудно отличить от шизофрении. Писатель Николай Васильевич Гоголь слышал голос с небес и даже разговаривал со своими персонажами. Диагноз «шизофрения» был у философа Фридриха Ницше, физика Исаака Ньютона, композитора Александра Скрябина, нобелевского лауреата Джона Нэша. Совершенным психом современники считали художника Винсента Ван Гога. Неоднократно он, конечно, лечился в сценаремии в лечебнице. И картины иногда его, вернее, созданные картины в этот период психоза, они отличались несколько от картин, создаваемых вне психоза. Ну, в конечном итоге он и покончил жизнь самоубийством. Известно, что во время очередного приступа Ван Гог отрезал себе ухо, а после написал автопортрет. В 1990 году эта картина была продана за рекордные 90 миллионов долларов, а ее автор считается одним из самых гениальных художников в истории. Образы, стихи, музыка, сложнейшие формулы и гениальные изобретения. Откуда все это возникло в головах людей, которых врачи считали просто больными? Ответ на этот вопрос может дать одна из самых шокирующих гипотез современности. Ученые-физики предположили, что сознание каждого человека является частью глобального информационного пространства. Полковник в отставке и эксперт, криминалист Михаил Виноградов работает с неординарными людьми. Они могут напрямую подключаться к информационному полю Вселенной, а после специального обучения даже получать оттуда необходимую информацию. В Советском Союзе в течение десятилетий существовало особое подразделение МВД. Его сотрудники раскрывали преступления при помощи экстрасенсорных способностей. Вот примерно 67-68 года центр существовал в Советском Союзе. И отрабатывал для МВД многие вещи, а подчинялся по второму направлению оборонному отделу, как и по эсэйсу. Под руководством Виноградова уникальный центр просуществовал до самого развала Советского Союза. За это время были проведены тысячи сеансов связи с информационным полем, в том числе и в интересах разведки. Большинство данных засекречено до сих пор. Сегодня силовые ведомства иногда тоже обращаются за помощью к ясновидящим. И наша задача – содействовать раскрытию преступлений. Значит, мы буквально вот на ладони преподносим. Здесь двое людей убили третьего такта, туда-то увезли тело, там-то его закопали или утопили. Но это рассказ экстрасенсов. А дальше уже правоохранители выезжают на места, собирают доказательную базу и ловят или не ловят, но чаще ловят убийц, бандитов, насильников и так далее. Не так давно в элитном подмосковном поселке была убита домработница из ближнего зарубежья. По показаниям хозяев дома, накануне она отказалась уехать на родину со своим любовником, за что тот ее и убил. Сыщики пригласили Литвину. Едут они в машине. Литвина что-то думает, думает, думает. А потом он говорит, там забор был выпилен, а вы, чтобы проникнуть на участок, а вы заметили, что он выпилен не снаружи, а с внутренней стороны? Сыщики растерялись и говорят, а вы откуда это знаете? А я говорю, вижу. Она в машине едет, подъезжает. Забор распил и все опилки внутри. Получалось, что проникновение на территорию было сымитировано. Пока сыщики изучали новые обстоятельства, хозяева дома куда-то исчезли. Убивала хозяйка дома. Значит, эта домработница положила глаз на хозяина, стала его завлекать, вовлекать. И во время каких-то таких эротических игр хозяйка увидела и ее убила. Причем нанесла 9, по-моему, ударов и в лицо, и в грудь, и даже в спину. С точки зрения Виноградова, в информационном пространстве существуют все сведения. Как из прошлого, так и из будущего. Причем будущее в программе жизни каждого существа прописано так же однозначно, как и прошлое. Свобода выбора человека состоит лишь в том, какими путями он придет к предначертанным событиям. Поехали люди отдыхать. Приехали, а гостиница забыла им, туристы, турагентство забыло им заказать гостиницу. Бывает? Бывает. Вот в энергоинформационном пространстве Земли такого не бывает. Там все очень точно расписано. Прошлое, настоящее и будущее, подчеркиваю. Именно поэтому сбываются пророчества тех, кто может прочитать информацию из Вселенной. Самые шокирующие гипотезы теперь это не только документальный цикл, который выходит в эфир каждый день с понедельника по пятницу в 18.00, но и беспрецедентный книжный проект, в котором мы аккуратненько собираем все самые невероятные гипотезы, захватывающие версии и умопомрачительные расследования. Итак, книга первая. Самые шокирующие гипотезы тайны человека. Эта книга для тех, кто хочет знать о себе, о своем теле и о своей душе больше, чем об этом написано в учебниках. Первые экземпляры уже доступны. Ищите на книжных полках или в интернет-магазине «Лабиринт». Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Как найти человека по следам в информационном пространстве. Была фотография на бумажном носителе, ни в телефоне, ни в планшете. Посмертные откровения создателя легендарной группы «Битлз». Все это вылилось в книгу, которую Джон Линни написал, и в 96-м году мир ее увидел. И как подключиться к источнику абсолютного знания. Наши идеи, фантазии, творческие планы и так далее, все это существует в информационном пространстве. До 18 лет Александр Лунгин был самым обычным парнем. В 19 добровольно пошел в армию. А через год в семью Лунгиных пришло трагическое известие. У Александра случился нервный срыв. На этом служба закончилась. В феврале 2016-го в семье случилось новое напастье. Александр ушел из дома и бесследно исчез. Брат пришел домой, а его нет. Ждал его до вечера, он так и не появился. Ну, он сообщил родителям, всем родственникам об этом. И подали заявку в милицию о том, что вот он пропал. Найти человека не могли ни полиция, ни волонтеры. Тогда Светлана решила обратиться к людям, которых в народе называют экстрасенсами. Некоторые из них ищут пропавших с помощью фотографий. Суть в чем? Чтобы была фотография на бумажном носителе. Ни в телефоне, ни в планшете. Можно пусть она будет распечатана на принтере, даже не на цветном, а просто черно-белой. Для меня очень важно, чтобы в изображении было хорошего качества, чтобы не было видно хорошо лицо. Для меня очень важно, чтобы я видела глаза, чтобы на них не было очков. Из информации о человеке требуется его имя, возраст, а также год и число, когда он пропал. Обладая этими сведениями, ясновидящая сможет заглянуть непосредственно в день исчезновения. Посмотрев на фотографию Александра, Ирина сразу же обнадежила его сестру. Она меня успокоила, сказала, что с братом все в порядке, что он там в безопасности, что он едет автостопом, вот, и что он заходит на какой-то вокзал и сидит там, ну, не один с каким-то человеком, с которым они там кушали вместе. Чтобы определить местоположение человека, требуется обычная бумажная карта. Сама по себе бумага не несет никакой информации. Она лишь позволяет передать сведения из информационного поля в наш трехмерный мир. Так удалось определить направление движения Александра. Дальше я начала просматривать, я увидела картину того, что он думает о старом человеке, о женщине, и сказала, что он собрался ехать к бабушке. Сестра сказала, да, у нас есть бабушка в городе Пенза. И когда уже я начала смотреть, в Пензе его не было на тот момент, когда он пропал. А я его увидела в городе Рязань. В информационном пространстве нет времени. Поэтому, обладая определенными навыками, можно получить сведения как из прошлого, так и из будущего. Посмотрев будущее Александра, Литвина окончательно успокоила Светлану. Она мне сказала, что он придет через где-то недель, через 6-7 дней сам обратно домой, что сами мы его все равно не найдем. Мы его увидим около дома. Он сам пришел, и его увидел полицейский около подъезда нашего. Впрочем, с тем, что будущее всего на свете предопределено заранее, ученые не согласны. Они утверждают, поскольку Вселенная бесконечна, информационное пространство тоже не имеет пределов, а значит, может содержать неопределенное множество вариантов будущего. 8 декабря 1980 года Джон Леннон был застрелен возле своего дома в Нью-Йорке фанатом Битлз Марком Чепмена. Убить кумира молодому человеку приказывали голоса, которые он слышал на протяжении нескольких месяцев. Экспертиза признала убийцу вменяемым. Он по сей день отбывает пожизненное заключение в Нью-Йоркской тюрьме. Не только песни рок-звезды стали бессмертными для миллионов поклонников его творчества. Сам Джон Леннон, оказывается, обманул старуху с косой. Уже после своей смерти он смог опубликовать книгу и выпустить музыкальный альбом. Если, конечно, верить знаменитому американскому медиуму Джейсону Лину и принять его версию диктовки сверху. Леннон к нему являлся и надиктовывал ему фактически слова и предложения, целые три предложения в день максимум. То есть это вообще невероятно представить. Я думаю, что это там садись и пиши, нет ничего подобного. И так 10 лет подряд. Арсен Власов – известный музыкант. Последние 20 лет он играет на соло-гитаре в различных группах. Всю свою жизнь Арсен разыскивает информацию о творчестве Битлз. Среди наиболее любопытных открытий – книга «Наконец-то в мире. Посмертный опыт Джона Леннона». В ней вся информация, полученная медиумом, за много лет общения с легендарным артистом уже после его смерти. Общение с умершими Джейсон Линн считал не менее реальным, чем разговор по телефону. Он регулярно слышал голоса и звуки, недоступные человеческому уху и любому оборудованию. В остальном же он был совершенно обычным человеком. Работал консультантом в области промышленного дизайна, а свои способности воспринимал скорее как необычное хобби. Джейсон Линн уверял, каждое слово, сказанное Джоном, он слышал предельно ясно, как будто разговаривал с живым человеком. Для себя он назвал записанное «путеводителем по загробному миру». Линн подробнейшим образом описывает момент своей смерти и отделение души от тела, а также пространство, в котором он теперь пребывает. Это мир, где нет границ и привычных нам измерений. Музыкант рассказывает о некой энергии мира, направленной на Землю. Люди, которые находятся в гармонии с этой энергией, счастливы и успешны. На страницах этой книги Джон Линн говорит о том, что главный бытай человечества – это страх смерти. Человек боится смерти, отсюда выходит агрессия, отсюда появляются войны. Собственно, в этом есть Джон Линн. Помимо текста Джейсон Линн слышал и музыку, которую Леннон просил записывать. Однако медиум просто не мог этого сделать. Он не знал нот. На помощь пришли современные технологии. Линн был вынужден купить компьютер и миди-клавиатуру. На запись 13 песен ушло два года и тысячи сеансов. Да-да-да, фактически одним пальчиком. Это был компьютер, который содержал в себе секвенсор, поэтому количество мелодий и количество звуков, банки звуков, которые в то время были, дали ему возможность работать с песнями. Правда, ни одной из записанных композиций нам найти так и не удалось. Но если такой альбом действительно существовал, то он непременно должен быть в информационном пространстве Вселенной. Как оказалось, доступ в это пространство сегодня имеют не только медиумы, но и ученые. В научной лаборатории интегральных биоинформационных технологий уже много лет изучают различные способы взаимодействия человека с информационными полями. В информационном пространстве существует не только то, что существует в материальном мире, только в другом диапазоне, но и то, чего в материальном мире не существует. То есть наши идеи, фантазии, творческие планы и так далее, все это существует в информационном пространстве. То, что мы пытаемся делать в наших установках, это целенаправленный выход на некие информационные структуры получения конкретной информации. Информационное пространство – это высший разум. Все мировые религии ассоциируют его с Богом, создателем, которому известно, что и как должно быть устроено во Вселенной. Информация управляет энергией. В китайской философии ее называют ци, в индуизме – прана, в иудаизме – руах. Христианским определением энергоинформационного пространства можно смело считать Святой Дух. Из энергии создается материя, то есть мы с вами и все, что нас окружает в материальном мире. Через цепочку «материя, энергия, информация» каждый человек имеет связь со своим высшим «Я». Человек – это прежде всего сознание. Это элемент информационного поля. Это голографический такой элемент. И его кластер тоже бессмертен. Его называют еще «дух» или еще как-то по-другому. И вот этот бессмертный кластер информационный для своей эволюции создает в энергетическом мире энергоинформационный кластер. Его еще называют «душа». И вот эта душа уже управляет нашим материальным телом. Еще в середине 60-х годов академик РАН, астрофизик Николай Козырев смог доказать – информация может мгновенно передаваться на любые расстояния. В качестве доказательства он приводил свет далеких звезд. Со скоростью 300 тысяч километров в секунду свет идет к нам миллиарды лет. За это время звезда значительно смещается в пространстве. Козырев создал устройство, позволяющее получать информацию из истинного положения звезды. Телескоп, направленный на пустой, казалось бы, участок космоса, улавливал поток энергии. Козырев назвал ее «энергией времени». Он же экспериментально доказал, что эта энергия может отражаться от алюминиевых поверхностей. В наше время ученые смогли создать целую серию установок, которые используют козыревский эффект отражения, чтобы войти в контакт с информационным полем. В честь великого советского астрофизика их назвали «зеркалами козырева». Сегодня в ходе специальных экспериментов выяснилось, что человек, находясь в фокусе этих вогнутых алюминиевых зеркал, нередко начинает видеть картины прошлого, будущего и порой даже приобретает способность передавать мысли на расстоянии. Конструкция этих зеркал и материалы этих зеркал и геометрия, и расположение, они создают повышенную плотность энергоинформации в своем пространстве. То есть там более мощный сигнал. А во-вторых, человек, оставаясь один на один с собой, имея минимум внешних раздражителей, он волей-неволей, у него повышается чувствительность. Другими словами, в пространстве «зеркал козырева» человек может воспринимать информацию из Вселенной. Сейчас вы увидите уникальный эксперимент. Много лет битломан Арсен Власов мечтал узнать, действительно ли существует посмертный альбом Джона Леннона и услышать хотя бы одну песню. Сделать это он попытается в одной из экспериментальных установок. Для начала надо пройти обследование. Эта аппаратура позволяет увидеть информационную матрицу человека. По мнению ученых, каждая клетка любого организма содержит микропрограмму жизнедеятельности. Вкупе клетки и органы создают энергоинформационное поле человека. По результатам тестирования на специальном оборудовании, компьютерная программа строит трехмерное изображение. Во-первых, идеальная форма уже заложена в природе. Это, например, форма ассоциируется с чем? Форма яйца, символ жизни человека. Если, опять же, мы отнесем это к принципу голографичности Вселенной, то мы увидим, что все планеты непрократически имеют какую структуру? Сферическую, круглую сферу. Также и у человека, если его состояние гармоничное, состояние здоровья, если все события в жизни этого человека происходят, скажем так, в развитии идут, неразрушительные являются, то и, соответственно, его голографическая структура, она будет иметь правильную овальную форму, форму яйца. Обратите внимание, биополе Арсена имеет явно выраженные искажения в районе спины и головы. Когда Арсен выйдет из установки, мы проведем повторное исследование. Это позволит объективно сказать, изменилось ли что-нибудь в его энергоинформационной оболочке. Научное название этой конструкции — Биг Ян. Ученые называют ее просто яйцом, хотя устроенное яйцо далеко не просто. Его поверхность состоит из девяти слоев строго подобранных материалов. Проводники и диэлектрики чередуются так, чтобы внутри создавалась максимальная плотность энергоинформационного поля. Посмотрим, поможет ли это Арсену услышать песню Джона Леннона, написанную им уже после смерти. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Незаписанный альбом Джона Леннона. Это вот с под пальцев вышло только что. Параллельный мир в обычной московской квартире. Хозяйка квартиры выходила на контакт с потусторонним миром. Сверхразум управляет подземной жизнью. Огромный мозг. В целом это отдельные кусочки знаний. Вместе они складываются в единое знание. Эксперимент проводится в полной тишине и темноте. Ничто не должно мешать человеку сконцентрироваться на своем вопросе. В установке Арсен провел порядка 40 минут. Сразу после выхода он хватается за гитару. Некоторое время ушло на то, чтобы сконцентрироваться, войти в это состояние. Искал позицию. Пытался отдохнуть и понять, для чего я здесь и почему. Очень хотелось, чтобы бетловский, вот этот леновский дух возник. Я не знаю, что я ожидал, но я ожидал какого-то контакта. Все песни бетловские какие-то в голове у меня крутились, и леновский в том числе. Затем в какой-то момент я понял, что я что-то нащупал. То есть какая-то мелодия у меня зазвучала в голове. Как опытный гитарист, Арсен подобрал аккорды к звучащей мелодии еще внутри установки. Так что на выходе получилось уже готовое произведение. Я хорошо знаю творчество Битлес, но конкретно эту мелодию я не слышал нигде. То есть это вот из-под пальцев вышло, только что практически выйдя из установки. Сейчас мы с помощью аппаратуры попробуем подтвердить, что внутри установки действительно была получена какая-то информация. Для этого нам предстоит провести повторные измерения. Вновь техника строит трехмерную модель биополя Арсена. Специальными электродами производится замер электрической проводимости организма в строго определенных точках. Вот эти зоны, которые имеют определенную связь с определенными точками или зонами на теле человека, выявил академик Влахов, который как раз запатентовал, создал вот эту программу. И, кстати говоря, она очень информативная. Вот подобных программ в мире не существует. По объективности, методу контроля и по достоверности. Нельзя не заметить. Информационная матрица Арсена приобрела более гармоничную овальную форму. По мнению ученых, это говорит о том, что контакт с информационным полем Вселенной действительно состоялся и отразился на клетках организма. То есть информационное пространство содержит эталонный вариант программ, в соответствии с которыми должен работать организм человека. Во время контакта происходит подстройка каждой клетки в соответствии с эталоном. Именно такое информационное воздействие на организм лежит в основе работы всевозможных целителей и шаманов. С помощью бубна шаман входит в состояние измененного сознания, подключается к энергоинформационному полю Вселенной и направляет потоки живительной энергии на больного. Цель та же – скорректировать поврежденную работу организма. В существовании информационного пространства не сомневались и ведущие умы человечества. Платон называл его миром идей, вернацкий ноосферой, Тесла – разумным ядром Вселенной. Норберт Виндер, отец гибернетики, говорил, что эти идеи существуют сами по себе. Эта информация существует сами по себе, а человеческое сознание – это приемник этой информации. Изучая сохранившиеся до наших дней рисунки Леонардо да Винчи, ученые пришли к шокирующему выводу. Гениальный художник мог принимать информацию из далекого будущего. В 15 веке он нарисовал чертежи аэроплана, вертолета, дирижабля и подводной лодки. Известно, что Леонардо построил специальную восьмигранную зеркальную комнату и проводил в ней много времени в размышлениях. Мишель Нострадамус диктовал свои пророчества секретарю из установки, напоминавшей огромное яйцо с дверью. А древние греки использовали для общения с богами устройства вроде больших отполированных котлов. Некоторые оракулы пользовались большими сосудами медными, своего рода огромной чаши, куда иногда помещалось несколько человек даже. Но даже одного человека достаточно. В этой чаше, по сути дела, там тоже уплотнялось вот это энергоинформационное поле, и человек получал информацию. Впрочем, иногда контакты с энергоинформационным пространством происходят безо всякого желания человека. Например, мало кому хочется встретить привидение на пороге своей квартиры. Московская область, поселок Октябрьский. Здесь, в ни в чем неприметной хрущевке, два года назад стали происходить необъяснимые события. Началось с того, что маленький Марк, которому тогда было три года, стал говорить о каком-то постороннем дяде в своей комнате. Незнакомец сказал мальчику, что его зовут дядя Дима. Он мне говорит, Марк, чё, я тебе не даю играть. У нас с зелеными глазами ещё руки чёрные и ноги чёрные, и крова чёрная. Мальчик уверяет, дядя Дима переставляет игрушки, а иногда даже кидается ими. Всё это вполне можно было бы объяснить фантазией ребёнка и обычными детскими страхами. Но вскоре присутствие кого-то лишнего в квартире стали ощущать и другие члены семьи. Началось, что тени ходить, шаги, дыхание слышали, ощущали присутствие кого-то, либо, то есть чувствовали, когда в квартире находились, кто-то на нас смотрит. Вот, были силуэты неоднократно замечали. И муж, и я. На кухне гремели ложки, посуда, то есть были моменты, что и двери хлопали, шаги слышанные были. Ну, такие вот ситуации. До касания было, до ноги, да, то есть это место потом болело. В этой квартире Валерия живёт с самого рождения. Никогда ничего подобного раньше не случалось. Родственников друзей или соседей по имени Дима ни у неё, ни у мужа не было и нет. Между тем, о странных ощущениях в этой квартире внезапно стали говорить гости Гудовых. Не помогали ни молитвы, ни свечи, ни живая вода. Шаги, шорохи и тени не исчезали. Жизнь семьи начала превращаться в постоянный кошмар. Может, всё дело в хозяйке дома? Чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит в квартире, мы пригласили известного охотника за привидениями Илью Саглеан. При помощи измерительных приборов он пытается объяснить загадки нехорошей квартиры. Вы видите уникальный эксперимент. С помощью этой аппаратуры Илья собирается заснять изображение биополя хозяйки квартиры. Мы получили целостное биополе. Вот на данный момент нет никаких пробоин. И все чакры у вас очень гармонично сформированы. После этого Валерия отправляется в комнату Марка. Там её ждёт медиум Николь Кузнецова. В процессе общения двух женщин выясняется. Хозяйка нехорошей квартиры обладает необычными способностями. Например, с некоторых пор сны Валерии начали сбываться с завидной регулярностью. Она является приводником между миром, который скрыт от нас, и этим миром. И в какой-то момент она сама впустила сюда сущность, которая пришла на её суху. Для того, чтобы сущность могла обитать здесь дальше. Чтобы она могла беспрепятственно подпитываться живой энергетикой. Чтобы она могла приходить сюда. Для этого она даёт что-то взамен. Для того, чтобы усыпить бдительность. Это можно так сказать. Николь утверждает, никакого конкретного дяди Димы, который ходит по комнате, звенит посудой и хлопает дверями в квартире, нет. Шорохи, стуки, ощущение пристального взгляда – это информационное воздействие сущностей на обитателей квартиры. Цель одна – вызвать у людей ощущение страха. Сущности, которые обитают в домах, в квартирах, они питаются эмоциями. Поэтому, когда у человека небольшой даже стресс, в биополе может проникать сущность, тем самым прибор это зафиксирует. Потому что эмоции – это как канал для потустороннего мира, это некий вход. С древних времён люди научились не только чувствовать тонкие миры, но и взаимодействовать с ними. Для этого существуют обряды, которые много столетий передаются из поколения в поколение. Один из обрядов Николь намерена провести сейчас, в этой квартире. При помощи медиума Валерия должна войти в контакт с тонким миром. В определённый момент образ той сущности, которую её ребёнок называет дядей Димой, должен стать видимым и оказаться в зеркале. Невероятно! Но именно так всё и происходит. В это мгновение медиум перекрывает канал, через который негативные энергии попадают в квартиру. Она как его упустила в свою квартиру, так же она ему сказала «покажись». Так же она сказала «уходи». Сейчас Илья Саглиани вновь проведёт анализ биополя Валерий. Только что женщина испытала шок от увиденного, который наверняка должен оставить след и в её энергоинформационном пространстве. Сравните эти изображения. Даже беглого взгляда достаточно для того, чтобы увидеть очевидные изменения биополя. Я увидел, что в биополе вторглась некая сила, там проявилась такая небольшая пробоина. Это связано с тем, что хозяйка квартиры выходила на контакт с потусторонним миром. И это отразилось как раз на биополе самой хозяйки. Поэтому на картинке у нас были видны очень яркие изменения. Там и чакры изменились по своей форме, и также целостная структура самой ауры. Несколько дней назад мы вновь связались с Валерией. Возможно, это совпадение или результат самовнушения. Но пугающие явления в её квартире после нашей съёмки действительно прекратились. Маленький Марк теперь спит спокойно. Самые шокирующие гипотезы теперь – это не только документальный цикл, который выходит в эфир каждый день с понедельника по пятницу в 18.00, но и беспрецедентный книжный проект, в котором мы аккуратненько собираем все самые невероятные гипотезы, захватывающие версии и умопомрачительные расследования. Итак, книга вторая – самые шокирующие гипотезы тайны нашей Земли. Эта книга для тех, кто хочет знать о планете, на которой мы живём больше, чем об этом написано в наших учебниках. Ищите на книжных полках или в интернет-магазине «Лабиринт». Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Сверхразум управляет подземной жизнью. Огромный мозг. В целом это отдельные кусочки знаний. Вместе они складываются в единое знание. И можно ли создавать предметы одной силой мысли? Всё зависит от информационного программирования. В 20 веке учёными был проведён целый ряд экспериментов, однозначно доказывающих существование информационного поля. Всемирную известность получили опыты академика Казначеева. Свои исследования он проводил на вирусах и культурах живых бактерий. В одну колбу запускался, например, вирус. Через некоторое время в запаянной, совершенно запаянной другой колбе, в этой же среде, похожей среде, возникал точно такой же вирус. Никакое вещество через запаянное стекло пройти не могло. Единственным средством передачи вируса из одной колбы в другую могло быть информационное поле. Уже сегодня люди научились вполне успешно передавать информацию по световому лучу. Оптическое волокно в крупных городах проложено почти до каждой квартиры. Эксперименты Казначеева доказывают, что точно так же может передаваться информация о структуре молекулы ДНК, то есть жизнь. Ещё в конце 70-х годов прошлого века профессор Тимирязевской сельхозакадемии Николай Наумов доказал, что информационное поле регулирует численность популяций животных и птиц. Каждая популяция обладает своим коллективным разумом. А недавно был проведён эксперимент. Две независимые колонии обезьян на двух разных островах стали подкармливать кусочками сахара с горьким покрытием. При еде обезьянам приходилось его слизывать, прежде чем добраться до сладкого сахара. Через несколько месяцев одну колонию обучили мыть этот сахар в воде, смывая горькую оболочку. Второй ничего не показывали. Но в течение недели все обезьяны на другом острове стали мыть сахар в воде. Ещё более наглядные доказательства существования энергоинформационного поля получили московские диггеры. Сегодня в коммуникациях под городом существует высокоорганизованное общество серых крыс со своими законами, порядками, иерархией. Их иерархия, их законы определённые, соподчинённость и причастность к цивилизации определённой, чем у муравьёв, термитов и других созданий, которым приписываются просто уникальные свойства. Борьба за выживание заставляет этих зверей постоянно совершенствоваться. Исследователи подземелий замечают уникальные особенности крысиного сообщества. Непостижимым образом сведения об опасных зонах, новых ядах, ловушках, подтоплениях и прочих опасностях становятся известны всему крысиному городу. Подчас эти новости заставляют мигрировать целые крысиные районы. Мы шли из района, скажем, Тверской по системам коллекторов, которые проверяли. Тогда активно всё это осваивалось и проверялось. В район ниже лежащий, Трубный. И пока проходили по этим ступенчатым купеческим подвалам, мы видели в одном месте, как из одного тоннеля, скажем, из пункта А в пункт Б, переселялась целая крысиная семья. Если назвать голов 300-400, на взгляд, семьёй, то это очень серьёзный муравейник крысиный. Вот идут они очень интересным строем. Только через два дня стала понятна причина такого массового переселения. На Трубной улице произошёл провал грунта. Пятиметровая яма длиной 50 и шириной 10 метров. В результате подвижки грунта лопнули водопроводные трубы, порвались электрические кабели, пострадали люди и ни одного погибшего животного. Откуда крысы могли знать о предстоящей беде? Крысы обладают коллективным разумом. Это когда одна ячейка общества накладывается на другую, создавая те же самые акционные нейроны, то есть огромный мозг. Общее биополе какое-то, внутри которого происходит обмен информацией. Это удивительно, но это так. То есть проблемы, которые стоят перед всей популяцией, решает не один индивидуум, а коллективный мозг. Единый суперкомпьютер, где каждая отдельно взятая крыса – микропроцессор. Всем обществом управляет одна глобальная программа. Наиболее точно структуру такого информационного поля можно сравнить с интернетом. Интернет создается именно по принципу информационного пространства. Это материализация информационного пространства. Мы пришли просто к новой эпохе, когда это происходит. Вообще 500 лет наука шла к интернету. Мы просто переходим в новую информационную эпоху. И не в плане каких-то гаджетов, которые новые появляются, а в плане взаимодействия с информационным миром, причем сознательного информационного взаимодействия. Сегодня в сети интернет может работать порядка 4 миллиардов компьютеров. Там можно найти практически любую информацию. Через сеть можно контролировать денежные потоки, транспорт и даже космические аппараты. Использовать ее в качестве связи. И все это даже близко нельзя сравнить с возможностями, которые скрыты в энергоинформационном поле Вселенной. Из тех же атомов, в которых состоит воздух, азот, кислород и так далее, эти же, будем говорить, электроны, протоны, нейтроны, в другой компоновке, они могут создать, и тут брякнется кусок свинца. Из тех же электронов, протонов. Все зависит от информационного программирования. Основная масса исследований в области взаимодействия человека с энергоинформационными полями была и остается под грифом «совершенно секретно». В нашем воинствующем мире все страны стремятся завладеть этими технологиями. Но, возможно, они получат их только в том случае, если единый, высший вселенский разум сочтет это необходимым. А на сегодня шокирующей гипотез больше нет. Надеюсь, вам было интересно. А если кое-что из того, что мы сегодня рассказали, вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас не было задачи ввести вас в заблуждение. Мы лишь хотели показать все великое многообразие подходов к истинам, которые сегодня считаются незыблемыми. До встречи в программе «Самые шокирующие гипотезы». Каждый день с понедельника по пятницу, как всегда, в 18.00.